На финишную прямую вышла подготовка к ежегодному фестивалю исторической реконструкции «Энкулпион», который состоится 17 июля. И сергиевские любители ожившей истории заняты заготовкой средневековых блюд из фруктов, трав и даже цветов. Среди них легендарное варенье из роз. Розовое масло, лепестки и экстракты издавна используются для ванн, бухов, лосьонов, заваривания чая, как лечебное средство. Оно заряжает энергией, лечит легкие, как считалось, насыщает организм витаминами и минералами. Сергиевские историки-любители погружаются в мир именно средневековой культуры Руси и тесно связанной с ней Европы. Исторические источники того времени власят, что люди 15 века употребляли в пищу так называемые конфеты, то есть засахаренные фрукты. Хорошо была известна и пастила, употреблялся и родомель из сока розы и растопленного меда. А то, что наши современники именуют вареньем из роз, можно встретить в старинных книгах под именем компост. То есть джем или фрукты в сиропе. Часто в составе этого лакомства встречались также специи и вино. Итак, ночь лепестки роз вымачиваются в родниковой воде, а после становятся частью кипящего на умеренном огне карамелизующегося ароматного яства. Непривычная человеку 21 века приторность пряного варенья с легкостью компенсирует природный консервант и помощник лимонный сок. Час-другой и незабываемый десерт готов. В дуэт к нему сергиевские реконструкторы обычно готовят в эту пору те самые конфеты из роз или фиалок. Рецепт в переводе звучит так. Разотри пестиком с тупки до однородной массы, затем добавь сахара столько же, сколько у тебя роз, затем положи в чистую банку или горшок. Сверху накрой пергаментом или бумагой. Поставь на солнце до тех пор, пока смесь не высохнет. Все эти эксперименты сергиевцам на днях удались. Поделиться подробностями они уже на ежегодном празднике истории фестиваля Инколпион. Не пропустите! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok